— Андрей Андреевич, что вы имеете в виду, что люди, которые стояли за Пригожиным, как они теперь смогут реализовать этот первичный план отстранения Путина от власти? — Во-первых, давайте поговорим о талаке и люди. Во-первых, давайте начнем с структурных определений, не персональных структурных. Очень важно, чтобы, очевидно, и мы прошлись по факту событий в 23-м счетов, что в этом загоре участвует одновременно и Главное разведное управление армии и контрразведка ФСБ. И та, и другая, по всей своей функциональной задаче, должны были, во-первых, не допустить этого мятежа, а во-вторых, расправиться с ним. Это первое, это функциональное, теперь персональное. Ну, вот, в той же точке зрения придерживались и достаточно задолго, да, в самом метеоропикожной, такие мои коллеги, как Юрий Георгиевич Хрищинский и Юлия Леонидовна Латынина. Хрищинский называл этих людей коллективный патрушев. Вот я не соглашался с такой формулировкой. Во-первых, Патрушев, он хотел начальник ФСБ, но он чудовищный, педагогический. Он же, мы же помним, несколько месяцев назад, он два недели ходил везде, на голубом городу рассказывал, что вот-вот радиоактивное облако двинется. Было такое. Ну, это можно такие операции сказать. Я называл эту группу глубинные КГБ. Ну, во-первых, КГБ, это не только ФСБ, это разные другие организации, но в нашей ситуации была уникальная конфигурация, чтобы эти вечные противники ГРУ и КГБ по исходной реакции во время мятежа, они участвуют в одном и том же заговоре. И вот по терминам глубины КГБ в более широком смысле я понимаю, кстати, интересная деталь, она выяснилась буквально вчера. Многие источники об этом говорили. Вот я уже говорил о реакции ГРУ, о поведении Евкурова и Алексеева. Ну, согласитесь, что поведение этих героических офицеров, генералов, было гораздо ближе, определяло гораздо ближе к симпатии КГБ, чем к Путину. Не семечки лозгать с ним на скамеечке и сдавать им шоке Герасима, а ликвидировать предателя они должны. То есть это люди, вот эти два человека, в том же лагере. Но, оказывается, выяснилось, очень интересная вещь. Господин Евкуров летал в Сирию зачищать структуру Пригожина за несколько дней до ликвидации Пригожина. То есть этот один из видных деятелей этой партии, как я называю, по счетной капитуляции, которая проверила себя инструментом, который был Пригожин 24 июня, она знала, видимо, о том, что Пригожин 24 августа был ликвидирован, и чтобы все это гладко прошло в Сирии. А Алексеев в это время находился в Африке. Они там защищали возможные сторонников Пригожина в этих структурах. Вот Пригожин выполнил свою роль, и теперь он будет выполнять две роли. Одну и на международном уровне для них, а другую и на другую, на внутреннем. Вот этот тупое, что поведут поражению под розыгры. Да, мы могли победить, конечно. Вот смотрите, какие страшные предатели. В ТУ Ерасимов и Шойгу. Ну, святой Пригожин хотел разоблачить, но подлый Путин его уничтожил. Ну вот, понимаете, единодушие международное, я же тут уже нахожусь в центре этих событий, оно просто поразительно. Ну вот все эти сложные конструкции относительно разных партий внутри ременовской меморклатуры для них вообще недоступны. Но вот идею о том, что Путин убийцей, они схватили с каким-то восторгом облегчение. Наконец-то мы, можно что-то определилось. Вот возьмите такого замечательного человека, великого друга Украины, Бориса Джонсона. Он написал, он опубликовал, он же колумнист, индепендент, по-моему, да? Индепендент. Опубликовал статью о воскресенье о том, что... Ну вот видите, о чем я вам всегда говорил. Это же... Это российская власть, это банда убийц. Как с ними можно иметь дело? Та же самая реакция была у замечательной женщины Микки Хэлли. Это моя любимая кандидатка от ременовской партии на номинацию на президентство. На первых президентских дебатах. Она орала. Там есть такой, когда мы с вами поговорим подробно, есть такой гаденыш с индепендентской фамилией Викки Вашмус. По-моему, некий, никому неизвестный предприниматель, по-моему, на пути с индепендентом сидит. Он бегает и кричит о том, что с Россией, нам нужно дружить с Россией, Украину немедленно сдать и так далее. Она на него накидывалась, готова была разорвать на сцене. Вы что? Вы выступаете за банды убийц, которые убивают друг друга на глазах у всех, или на стороне нашего замечательного американского союзника в Краине. Вы знаете, интересный еще, Роман, психологический момент. Что они не знали, что Путин убийца? Знали. Он убил Политковского, он убил Немцова, он пытался убить Навального, масса других людей. Это да, все правильные слова были сказаны, но вот в такой степени... Да, и тот же дедушка Байден первый вернулся. Да, конечно. Я не знаю деталей, я тут физкультурой занимался, но без Путина это не могло произойти. Ну, уже видите же, а помните, как дедушка Байден два года назад тоже ляпнул? Так от души он так искренне. Он так и думал, что Путин убийца. Тут же выскочил из его спины этот Селиван, работающий на Россию, и несколько дней его отмазал. Нет, дедушка пошутил, дедушка ошибся. Они застали даже дедушке после этого звонить, а сейчас никто не вычислил. Вот, очень забавно такое психологическое момент. Убийство своего, ну, они же на свою, на себя мерят. Ну, хорошо там, какие-то оппозиционеры бывают. Ну, Эрдогана же никто от него не отказался, он там, не Эрдогана, извините, а принца Салмана. В Турции он отрезал, отрезал оппонента, журналисту голову. Это как бы ничего. А вот, что свое окружение можно, мы с этим, с этим никак, нельзя никак. И это, кстати, произвело большой политический эффект на Западе тоже. И вот в том явном изменении позиции коллективного Запада и коллективной американской прессы по отношению к Украине, мы же заметили, у нас не будет времени для полного номера для этой ситуации. Ведь страшный для Украины был июнь-июль. Мы же видели поток на гипно-гипотическом фронте, поток громадного количества грустных статей. Американский, большинство, лево-гибриджи, прессы. «Ок Таймс», «Вашингтонс». Все пропало, писали они. А? «Все пропало, писали они, контрнаступление». Мы этим украинцам дали все. Они справились. Ничего не сделали. Не умеют воевать совершенно. Нужно обязательно уже весной, осенью идти на Северную. Это все орали. Все орали. А сейчас что? Я вообще не хочу сказать, что это изменило убийство. Ну, ни в коем случае. Оно просто изменило другое гигантское событие. Я его сейчас назову. А сейчас совершенно другой нарратив. Да, наступление идет не так успешно, как хотелось бы. Это такое бы промежущее. Но потому, что у них нет авиационной поддержки. Надо думать о том, обязательно передать самолеты для весеннего наступления. И на этом пути это же на заявлении делается масса практических шагов. В этом направлении сняты все ограничения. Последний денежек Байден тоже отписал. И реально летчики готовятся. Ну, вот это вечная наша проблема с Западом. Мы бесконечно благодарны за его помощь. Андрей Андреевич, я все равно не могу понять. Так что вы хотите сказать, что Пригожина грохнул не Путин, Пригожина грохнула не Путин. А что? Грохнула вот это коллективно и сформировавшись в большинстве российской власти и военной верхушке партия почетной контроляции, которая поняла, что война проиграна и нужно из нее уходить, решая более важные задачи, чем какие-то идеологи мировой мира. Задачи сохранения власти в России и в России власти и власти. Я вам даже скажу, мне это предположение, вот эта общая концепция, она видна, она подтверждается всеми фактами. А я гипотеза, наверное, кто же стоит на голове? Я полагаю, что на голове всей избирации стоит Юрий Ковальчук, ближайший друг и соратник Путина, который был в тяжелые годы, тяжелые годы ковида и войны, когда Путин был изолирован, собственно, 80% времени Ковальчук проводил с ним. Кто такой Ковальчук, это самый главный военный преступник, гораздо страшнее Пригожина и даже Путина. Это идеолог мировой войны. Путин был изначально в основном по бабу. Ковальчуки внушили ему мысль о реванше за поражение Советского Союза в холодной войне. И они ввели его к этой идее от первого его речи Мюнкина до начала войны. Причем идея казалась безумной, она была парадоксальной. Ну хорошо, Россия хочет взять реванш над Западом, который победил Советский Союз. А каким образом Россия может достигнуть победы над группой стран или коалиции, происходящей во всем экономически, сервизационно, на уровне коннационального, а очень простым. А мы будем огражать ядерным оружием. А мы будем шантажировать, и они будут отступать. Ну казалось бы, какая глупая простая идея. У тех же, тоже есть ядерное оружие. Но она прекрасно работала с седьмого года, ну практически до 22-23-го. В общем-то, ответ на этот реванш был дан русскому только 8-22-го. А вот квинтэссенция ее, ну хорошо, это была, да, знаменитая пресс-конференция Путина на встрече с Макроном, когда он был уверен, что вот он уже властелин мира, когда он орал Украине нравится, не нравится, черпи красавица. И он проболтался там о плане этой войны, он произнес знаменитую правду. Да, мы понимаем, что мы уступаем с западом на конвенциональном уровне, но у нас другое, у нас там какие-то невероятные образцы ели наружу, игра у нас в политической войне, мы готовы были пойти до конца, а не отступить так далее. И между прочим, я вам скажу, он был близок к плану, к реализации этого плана. Если бы прогноз того же ЦРУ оправдался, и Киев упал за 7 дней, то представляете, в Реоли этой замечательной победы, размахивая свои ядерные, он встал бы на границе в Балтии и Польшу, собирать имманатку, убирать. Для начала я был в область Нарвы, заселенную российскими наследниками.